Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше не придется трудиться ни одного дня в жизни. Добрый вечер, уважаемые телезрители! С вами программа «Городские подробности». Не теряйте времени, ловите свой шанс. Позитивно смотрите на жизнь. Если вас не радует ваша работа, попробуйте заняться чем-то другим. Так считает британский миллиардер Ричард Брэнсон. Но, увы, не всегда и не у всех получается вот так запросто сменить работу. Ситуация на рынке труда остается достаточно напряженной. Этому способствуют и экономические сложности, связанные со суббонционными процессами в российской экономике, и прокатившаяся по организациям волна оптимизации, и, как следствие, увеличение числа людей, обратившихся в Центр занятости. О состоянии рынка труда Кумертау сегодня мы поговорим с директором Центра занятости населения Ниной Гаскаровой. Нина Алексеевна, добрый вечер! Добрый вечер! Алексей, расскажите вкратце, как состояние рынка труда в Кумертау? Много ли обращается к вам людей за помощью в поисках работы? На сегодняшний день в Центре занятости состоит 402 безработных гражданина, а официальный уровень регистрируемой безработицы 1,17%. За первый квартал 2018 года в службу занятости обратилось 536 человек. Из них трудоустроено 279 человек, 4 человека, из них это инвалиды. Они составляют 1,04% от числа всех трудоустроенных. За первый квартал 2018 года предприятиями и организациями города в службу занятости предоставлено 388 вакансий. На сегодняшний день в нашей базе 345 вакансий. И коэффициент напряженности на рынке труда составляет 1,127. Это значит, что численность незанятых граждан зарегистрирована к службу занятости на одну вакансию. Это вот есть коэффициент напряженности. А чей труд на сегодняшний день является востребованным? И специалисты какого плана чаще всего остаются безработными? Состояние рынка труда в городе характеризуется сохранением профессионального и квалифицированного дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. Востребованы у нас на сегодняшнем рынке труда квалифицированные рабочие кадры. Это токарь, фрезеровщик, электрогазосварщик, также востребованы на рынке трудослужащие, врачи, медицинские сестры, менеджеры, фельдшеры, юрисконсульты. Даже юрисконсульты? Да. Хотя как все время говорят, что экономисты и юристы перенасыщены рынок. Юрисконсульты с опытом работы и с высокой квалификацией. А чаще всего кто очень долго находится в поисках работы? То есть их специальность не востребована на рынке труда? Ну, скажем так, средняя продолжительность людей, которые находятся у нас в службе занятости, составляет на сегодня 4,7 месяца. Например, учителям достаточно просто найти работу или сложно? Все зависит все-таки от самого человека. То есть не нужно слепо доверяться центру занятости, если ложа руки и говорят, не найдут работу? Если посмотреть на букву закона операции, что статья закона о занятости, статья 3, пункт 1, гласит, безработные это те граждане, которые потеряли работу и заработок, зарегистрированы в службе занятости в целях поиска работы, ищут работу и готовы к ней приступить. Вот по моему мнению, ключевое здесь – ищут работу и готовы к ней приступить. Несмотря на то, что, как вы говорите учителю, сложно или легко найти работу, если человек настроен на работу, то он ее обязательно найдет. Если же к нам обращаются по каким-то другим причинам, ну, к примеру, ухаживают за родителями, вроде как пособие надо получить, или страховой стаж, чтобы шел, или маленькие дети, а все-таки они обращаются в службу занятости, но они не готовы в этот момент приступить к работе. Поэтому у них вот этот период поиска работы затягивается. Если бы они всю минуту были готовы приступить к работе, то это происходит довольно-таки быстро. Да? Да. Елена Алексеевна, ну, опять же, нужно быть готовым к переменам, это мое личное мнение, и Центр занятости населения предоставляет возможность людям получить другую специальность, перепрофилироваться, да, пройти какие-то курсы обучающие. Ну да, у нас есть такая программа, профессиональное обучение, и на сегодняшний день профессиональное обучение, на профессиональное обучение и получение дополнительных специальностей направлено 37 безработных граждан по востребованным на рынке труда профессиям. Это водитель категории С, водитель категории Е, водитель категории Д, повар и портной. Порядка 80 человек в этом году мы еще будем дополнительно набирать безработным граждан. И электронные аукционы у нас уже прошли, и на сегодняшний день мы комплектуем группы по профессиям электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, оператор ИВМ со знанием программы 1С предприятия, охранник, парикмахер, делопроизводитель, продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Очень хороший курс. Пользуясь случаем, хочу пригласить безработных граждан в центр занятости, который расположен по адресу улица Карла Маркса, 1Б, 2 этаж, кабинет номер 6. А стипендию какую-то получают люди во время курсов? Да, на время прохождения обучения выплачивается стипендия. Но она у всех разная, и желательно без документов не консультировать. В смысле без документов? А, то есть конкретного человека вы уже конкретно консультацию будете получать? Да, конкретно. У кого какая стипендия, лучше подойти с документами, и мы уже проконсультируем точно, какая будет стипендия. Ну хорошо, вот человек отучился на курсах, а гарантия, что он будет трудоустроен, есть? Есть? Или опять же, все-таки нужно самому прилагать усилия, да, все-таки искать? Уже с новой корочкой, с новой профессией? Ну, есть, конечно, и те, которые уже обучаются под гарантированные трудоустройства. Но, да, есть такие, которые с самостоятельным поиском работы. Ну а почему нет? Все нужно, все в наших руках. Конечно, не нужно уповать на Господа Бога или на Центр занятости. Вы заговорили о законах, а что-то в законодательстве будет, какие-то перемены ждут безработных? Ну, к примеру, пофантазирую я, может быть, пособие по безработице будет увеличено? Пока не ожидается? Нет, пока таких перемен не ожидается. Инна Алексеевна, ну, есть категория граждан, которым очень сложно найти работу, и не будем скрывать, это люди с каким-то ограничением по здоровью, то есть инвалиды, да? Вы помогаете им? Потому что самим достаточно сложно, на самом деле, куда-то трудоустроиться. Да, такие программы существуют. В связи с постановлением правительства Республики Башкортостан от 13 ноября 2014 года за номером 506 об утверждении положения, об установлении квоты для приема на работу инвалидов Республики Башкортостан и приказом Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 1 февраля 2018 года за номером 76 предприятиям и организациям нашего города с численностью 35 и более человек устанавливается квота для трудоустройства инвалидов в размере 2% от их средней списочной численности за минусом рабочих мест с средными условиями труда. Для нашего города на 63 предприятиях установлена квота в 2018 году на 156 рабочих мест. Также в целях реализации постановления Республики Башкортостан от 23 октября 2017 года за номером 481 об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан юридическим лицам за исключением муниципальных и государственных учреждений и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с применением труда инвалидов за создание рабочего места постоянного для трудоустройства незанятого инвалида работодателю возмещаются затраты на приобретение, монтаж и установку оборудования в размере 75 тысяч 200 рублей. Поэтому работодатели, те, которые хотят трудоустроить инвалида, им также нужно обратиться к нам в Центр занятости населения. То есть что же выгодно делать? Алексей Иванович, школьникам как-то помогаете вы? Профориентацию какой-то у вас курса, какие-то ярмарки, вакансии проходят? Подробнее об этом, пожалуйста, расскажите. Особое внимание уделяется профориентационной работе. Эта работа объемная и требует согласованного взаимодействия между службой занятости, предприятиями, организациями города, школами, СУЗами и ВУЗами. Но именно это направление обеспечит стабильность рынка труда в будущем. Современный рынок труда у нас нестабилен. И это в первую очередь проявляется в том, что работодатели не могут удовлетворить свою потребность в кадрах, так как нет необходимых специалистов. На учете стоит много неквалифицированных рабочих. Имеются служащие, экономисты, юристы, но высококвалифицированных сварщиков, токарей, фрезеровщиков практически нет. Наш город развивается, приходят инвесторы, будут создаваться новые рабочие места. А это значит, что уже сегодня мы должны настроить нашу молодежь на получение востребованных на рынке труда специальностей. Ну и к тому же сама жизнь диктует это. По мнению специалистов, к 2020 году произойдет гигантский скачок по наполнению рынка труда новыми специальностями, которые возникнут в ответ на внедрение новых современных технологий в производстве. Поэтому мы ставим перед собой задачу по повышению знаний детей и их родителей о профессиях будущего. Специалисты Центра занятости с этой целью посещают родительские собрания, проводят встречи с ребятами. И, пользуясь случаем, хочется пригласить родителей вместе с детьми обращаться в Центр занятости конкретно по этому вопросу по адресу Карла Маркса, 1Б, второй этаж, кабинет номер 18. Да, очень будем надеяться, что к 2020 году количество безработных резко снизится по всей стране. Может быть. Спасибо, Нина Алексеевна. Слабые скажут, не судьба. Сильные скажут. Я попробую еще раз. А самые сильные скажут. Я буду пробовать до тех пор, пока все будет так, как я этого хочу. Всего вам доброго, уважаемые телезрители. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова